30 сезонов, 5 глав, десятки ивентов и сотни обновлений. И это все за 7 лет в королевской битве Fortnite. В режиме, за который мы полюбили эту игру. Но сейчас Fortnite это уже далеко не просто батл рояль. В игре огромное количество проектов на любой вкус и цвет, которые создают сами игроки и авторы контента. Но знаете, что интересно? С чего все это началось? Лето 2018, 4 сезон первой главы. Одна из первых коллаб Fortnite со Мстителями. Когда в королевской битве падала перчатка бесконечности и ты мог стать Таносом. Это прям золотые времена Fortnite. Тогда коллаборации воспринимались как что-то невероятное, новое, свежее. И самое крутое, что после них менялся не только визуал, но и геймплей. Еще очень важный момент, что тогда еще не было творческого режима. Но! 27 июня 2018 эпики запускают новый режим в Fortnite под названием Песочница. В нем создавался сервер на острове Королевской битвы, и у тебя была возможность заниматься чем угодно. Фарм ресурсов был увеличен в несколько раз, 100% спавнились сундуки и транспорт. Был включен Friendly Fire и возможность респавниться. Можно было позвать максимум троих друзей, и весь остров Королевской битвы был в вашем распоряжении. Уже тогда мы с ребятами проводили по несколько часов в Песочнице, создавая свои версии мини-игр в Fortnite. Самое забавное, что сервер жил 4 часа, и мы как-то укладывались в 3,5 часа, чтобы сперва придумать идею и построить мини-игру, а потом уже как-то за полчасика отснять материал на видос, до того, как сервер умрет. Мы делали стену из железа и кидали через нее гранаты, пытаясь угадать, где сидит противник, а-ля такой морской бой. Затем построили первую версию снайперов против бегунов, где был паркур с препятствиями. Потом была пиратская битва на кораблях с грабблерами и арбалетами. Черт, я пытался скрыться. Довольно забавный ролик получился. Ну и первая версия Deathrana. Тогда еще вроде никто не строил полосу препятствий, где нужно было доджить ловушки и перепрыгивать через препятствия. Что происходит? Также я помню, была арена из баунсов, где мы делали себе 2 хп и, прыгая по баунсам, пытались друг друга поймать на кирку. Это было довольно забавно. Илья, есть! Илья, хорошо! Минус 1! Найс! О, теперь в полете доме поймали. Но самая запоминающаяся мини-игра, я уверен, многие из вас смотрели этот ролик, это, конечно, прятки с управляемой ракетницей в колких ключах. О, ты, ё-моё! Попался! Глянь, я прям рядом с тобой был! Классное время было. По сути, режим песочницы послужил неким тестером. И в плане нагрузки на сервера, и в целом проверки интереса игроков к чему-то новому. А именно, творческому режиму Fortnite, который релизят уже в конце года. Зимой 6 декабря 2018-го. И с этого момента Fortnite начинает становиться таким, каким мы его знаем сейчас. Эпики предоставляют возможность всем игрокам в любой момент зайти в творчак и начать тренироваться. А на тот момент, как раз в преддверии World Cup, который пройдет примерно через полгода, это очень актуально. Некоторые игроки начинают находить новые фишки, тактики, стратегии, и все это благодаря появлению карт для тренировок. А имки, один на один билдфайты, боксфайты и прочие режимы, которые сейчас известны и до сих пор актуальны, когда были в новинку. Я же на тот момент, как и, наверное, сейчас, не особо интересовался про сценой Fortnite, и, если честно, путь киберспортсмена меня никогда особо не вдохновлял. Гораздо интереснее было сделать что-то крутое в творчаке для контента на видосы, усовершенствовать те игры, которые мы уже делали в песочнице, потому что появились новые возможности, ну и, конечно, придумывать новые. Я думаю, вы помните, первые олимпийские игры голландского. Режим дартс. Ты в того же попал, чувак, ты прям в него же попал. Паркур гонки. Что? Там еще одна дверь! Там куча дверей, я прошел. Баунсы, Рабыч, тут чисто баунсы. Первые версии Бэдварса и Скайварса. Это уже интересно. Да отстаньте, ну! Да сам отстань, дробовит не дал. Нет! Да ну! Я нам скопал его. И знаете, я вот пересматривая видос по Скайварсу, обнаружил, что я уже тогда призывал вас помогать мне придумывать новые режимы и создавать. Это, конечно, забавно. Друзья, мне нужна ваша помощь. Да, а конкретно помощь самых креативных подписчиков, которые умеют строить и придумывать интересные идеи для новых мини-игр в творческом режиме Fortnite. Все узнали о Fortnite, конечно же, благодаря режиму Battle Royale. Но 22 марта 2023, спустя целых 4 года, Epic Games выпускают Unreal Editor Fortnite, ну или же UEFN. И начиная с этого момента, игра полностью меняет вектор развития и превращается из давно приевшегося и надоевшего всем Battle Royale в метавселенную. Становится на путь, по которому идет Роблокс. Появляется лего-режим с выживанием, гоночки, Fortnite-фестиваль и, конечно же, самое главное, творческий режим 2.0. Который позволяет авторам создавать свои острова, а точнее целые игры и миры внутри Fortnite. И если раньше все заходили в творку только чтобы сыграть против друзей один на один или размяться перед аренкой, то сейчас для многих это стало заменой Battle Royale. И даже новые люди, впервые услышав о Fortnite, заходят, чтобы найти острова от других авторов. Да что уж там, примерно половина всех игроков прямо сейчас играет на картах, созданных авторами экосистемы, а не в официальный режим от Epic Games. С выходом у EFN появилось много крутых возможностей. Теперь можно импортировать 3D-объекты, а не строить только из того, что есть в наборах. Создавать анимации, визуальные эффекты, кастомные способности и даже косметические предметы. Стали появляться игры разных жанров, вроде хорроров, тайкунов, эскейп-румы, босс-файты, даже карточные игры. Конечно, иногда из трендов туда вылазят и временно становятся популярными довольно посредственные проекты, вроде Скибиди Туалетов, Роналда против Мастурбистов и других идей, взятых, наверное, из Роблокса и поданных в подобной обертке. Но так как внутри эти проекты не несут ничего интересного и, заходя на подобную карту, понимая, что это склепали два школьника за 5 минут, они так же быстро становятся никому не нужными и хайп проходит. Примерно так же, как и с тиктоками. Я хочу сказать, что творческий режим это уже давно не просто перестрелки и курсы по редакту. В нем можно создавать много чего интересного, поэтому давайте перейдем к этому интересному. Ровно год назад я решил объединиться с авторами карт UEFN в одну команду. Контора Студио. Ну или сокращенно CTR. За год мы выпустили 11 проектов и уже добились неплохих результатов. Одним из первых был гангейм в стилистике игры Portal с киллстриками и порталами, которые сделали геймплей в нулевой высоте гораздо интереснее. Ну какая нахрен бомба? Ой, а кого-то бахнул, Неймана! Еще сделали офигенный тайкун с оригинальными механиками прокачки и интересными фишками, где становились режиссерами Голливуда. Аааа, get x2 boost, let's go, money x2, формилочка, формилочка пошла! Играли в прятки предметами с подписчиками на двух крутейших и уже полюбившихся многим фортнайтерам картах. Не, ну прикольно. О! Ну как? Создали офигенный ПВЕ режим с испытаниями, где за тобой гоняется Минотавр. Я забыл, что здесь вообще Минотавр бегает, я его не видел. А еще провели турнир среди стримеров на нашем уникальном режиме Скайблоки, который, кстати, скоро появится в новом обличии. Вот ПВ занять? О, это я! Нормально, он тебе попу так тебе дал, можно сказать. Тем временем на всех наших картах поиграли уже более 20 миллионов раз. А на самом топовом проекте Пиковый онлайн достигал 47 тысяч игроков. У мировых брендов уже есть свои проекты и метавселенная внутри фортнайт. Найки, конда, самсунг, пола, валенсиага и многие другие. В этом и преимущество творческого режима. Теперь в творке можно даже полноценные ивенты делать. Допустим, концерт Металлика был полностью создан в Unreal Engine. Каким бы ни был бренд, будь то производитель одежды, еды, автомобилей, техники, можно всегда придумать что-то крутое внутри фортнайт. Ну а у нас есть идеи и возможности их реализовать. Знаете, я хочу двигать CTR на новый уровень. Все-таки это должно быть нечто большим, чем просто студия по созданию карт в творчеке в фортнайт. Это все-таки комьюнити. А комьюнити это люди, которые играют на наших проектах, любят их и, возможно, хотели бы создавать их вместе с нами. Поэтому, если ты автор контента, ютубер, стример, тиктокер, или, может быть, умеешь делать крутые 3D превьюшки или монтировать видосы, а, может быть, даже шаришь за создание карт в Unreal Engine или разработку Verse, обязательно заходи на наш сайт и свяжись с нами. Ну и, конечно, подпишись на все наши соцсети и следи за новостями. Скоро будет много всего интересного. Продолжение следует...